Работаем ударными темпами. Подрядчик привлекает дополнительные силы, чтобы успеть в срок. Сейчас строители заняты куполом цирка. Приступили к монтажу потолка в зрелищной части. Это у нас основное мероприятие, рэперная точка, как можно сказать, от которой уже дальнейшая сдача цирка и пуск его в назначенные сроки будет незыблем. Поэтому планируемо закончить 15 мая. Все пока идет по графику. Потолок пришел, монтаж ведется. Потолок зрительного зала обшивается специальными панелями. Работать строители будут и в праздничные дни. Цель – в мае завершить черновую отделку полностью по цирку. По графику в конце июня к работе должны приступить дизайнеры и художники. В июле будет доставлена мебель. Завершаются строительные работы и в помещениях для животных. В конюшне проложены стоки. Определились и с дизайном лицевой стороны. Вскоре будет презентовано покрытие, которым застелят конюшню. А все стенки, стоил, будут обиты вот такой вот пищевой резиной. Цвет подобрали специально для нас, потому что в основном используется везде черное. Черное – это чересчур мрачно. Поэтому под цвет опилок мы подобрали вот такую пищевую резину с сертификатом. Даже если каким-то образом животное захочет оторвать и съесть, с ним ничего не случится. В конце концов, у нас есть аппараты УЗИ. Мы всегда найдем, куда делась эта резина. Акцент на конюшне, по словам Руслана Марчевского, сделан не случайно. Я сторонник сохранения традиций и не уничтожения, но избавления от стереотипов. А традиции должны сохраняться. Цирк все-таки появился благодаря лошадям. Сам манеж появился благодаря им. Поэтому все-таки я постараюсь сделать конюшню с намеком на классику. Конечно, чисто классическое у нас не получится, оно и не нужно. Но чтобы были ассоциации, что мы находимся именно в те времена, когда цирк зародился, я думаю, мы постараемся сделать. Для удобства и, самое главное, безопасности артистов было принято еще одно очень важное решение. Сегодня был презентован материал, который уложат на манеже. В моих руках покрытие манежа Нижне-Тагильского цирка. Здесь будет уложено три слоя этого пористого материала и 4 сантиметра так называемой сырой резины. Все будет сделано по стандартам Советского Союза. И манеж Нижне-Тагильского цирка станет одним из самых безопасных в стране. Ход капитального ремонта цирка сегодня проверил. Глава города встретил им еще представить выполнить большой объем работ не только внутри здания, но и снаружи. Темпы надо наращивать. Добавили людей, в общем-то численность примерно на 25% увеличилась и собираются добавлять еще. Это правильно, потому что надо сегодня создавать фронта для работы. Потому что действительно еще через месяц мы выйдем, ну пусть не на финишную прямую, но во всяком случае, если по-легкоатлетически рассуждать, войдем в последний поворот. Напомним, цирк должен быть завершен ко дню города. Манеж станет одной из главных праздничных площадок. Антон Исаев, Любовь Шаченко, Андрей Фатыхов. Новости Тагил ТВ.